Приветствую вас! Знаете, я начну свой ответ немножечко с другого аспекта, да, с того, что я вот посмотрел ваши предыдущие вопросы, вы задаете очень много платных вопросов, вопросов, вот, но по какой-то причине, да, не выбираете ответ лучше. Вот, то есть вы не оцениваете, вы не оцениваете людей, которые вам отвечают. Если честно, это не очень обнадеживает, потому что все-таки хотелось бы, чтобы вы ценили труд людей, которые вам помогают, вот, более, что вы как бы задаете вопросы серьезные и, соответственно, соответственно, мы, как эксперты, да, как профессионалы, тратим на это свое время силы, знания, опыт, вот, и хотелось бы, конечно, обратной связи. Вот, теперь непосредственно по поводу вашего вопроса. Значит, что меня смутило сразу, вот, в вашем жизнеописании, это то, что вы с девушкой встречаетесь четыре месяца, да, четыре месяца вы встречаетесь с девушкой, и уже из этих четырех месяцев, месяц вы живете вместе. Если я правильно вас понял, сейчас уточню этот момент. Так, да, правильно, да, правильно я понял. Вот, то есть у меня такое ощущение возникло, что вы спешите, вы спешите начать отношения, спешите создать пару, вот. И это, конечно, вопрос к вам серьезный, куда вы так спешите, зачем вам такая спешка, для чего, для чего вам такая спешка, вот, что вы хотите с телевизора получить, да, для себя, и как вы относитесь к девушке. То есть, понимаете, вот, в основе ваших претензий, как это ни странно, лежит именно отношение к ней. То есть, я не буду сейчас говорить про нее, потому что у каждого человека свое понимание того, что правильно, что неправильно, что адекватно, что неадекватно. Вот, я не буду сейчас говорить про нее, серьезно, не буду, не вижу в этом никакого смысла, абсолютно. Но я могу точно сказать, с огромной долей уверенности могу сказать, что именно от вашего отношения к ней зависит перспектива ваших отношений, хотя бы потому, что вы являетесь одной из сторон. вот, отношений. Значит, смотрите, вы пишете, «Отношения проблемы и ее безответственные отношения к вещам, которые свойственны людям, находящимся в паре». Здесь у нас идет сразу несколько неточностей. Не точная неточностей. Первое. Заключается в том, что проблема не ее безответственные отношения к вещам, а проблема в том, как вы на это реагируете. То есть, ваша реакция на ее поведение является проблемой. То есть, ответственность, Алексей, личная ответственность. Вы обвиняете ее безответственностью, но на самом деле, обвиняя ее безответственностью, вы говорите о себе, что это вы безответственные. В данном случае, безответственные являетесь вы, потому что вы несете ответственность за себя. То есть, ее поведение в какой-то степень, в той или иной степени вас задевает. Вместо того, чтобы разобраться с тем, почему вас это задевает, и почему вы так переживаете, и в чем, собственно, проявляется неуважение по отношению к вам, почему вы воспринимаете это так, и что с этим можете сделать именно вы. Вы требуете от девушки свое поведение менять, но люди не меняются, Алексей. Если они этого только не хотят, и если они не обращаются к специалистам, люди не меняются. Девочку все устраивает, она считает, что в этом нет ничего такого, значит, она меняться не будет, а значит, проблема эта исключительно ваша. Это первое. Второе. Люди, находящиеся в паре. Понимаете, для того, чтобы человек чувствовал себя в паре, очень-очень мало будет просто с ним начать жить. Да? Очень мало. Нужно, чтобы человек духовно почувствовал себя в паре. Для этого необходимо нечто большее, чем просто совместное проживание. Или там, например, занятие сексом, допустим, общий быть и так далее. Для этого нужна близость. И близость, в первую очередь, для этого важна духовная. Понимаете, какая штука? Вот. Нужна духовная близость. Если у вас этой духовной близости нет, а у вас, судя по всему, ее нет, потому что вы не принимаете девушку такой, какая она есть, то и ощущение, что она в паре, у нее не возникнет. Понимаете? Еще раз. Ощущение в паре возникает тогда, когда человек чувствует, что его любят, что его принимают таким, как он есть, и не пытаются его менять. Понимаете? Потому что, поскольку вы делаете совершенно противоположное, то можно говорить о том, что человек не чувствует себя в паре и не почувствует себя в паре. Потому что ощущение себя в паре в данном конкретном случае будет вести только лишь к тому, да, только лишь к тому, что она будет терять свою свободу. Она будет, она перестанет жить так, как она жить привыкла. Вы можете сказать, ну так это нормально, когда люди начинают жить вместе, они жертвуют частью своей свободы. Да, вы правы, Алексей. Люди жертвуют частью своей свободы, это нормально, но они жертвуют ее только в том случае, если они этого хотят. В данном случае ваша девушка этого не хочет, и, соответственно, вам нужно это либо принять, либо не разрядить, если у других вариантов по большому счету между вами нет. У вас нет. Ну, это так, глобально я, конечно, дам некоторые рекомендации, еще, еще, сейчас. Она может сказать, что заедет к подруге после работы, потом приедет домой. В итоге я звоню и говорю, что кто еще сидит, общается, чуть больше приедет домой. Но в итоге она потом на телефоне отвечает, я место себе не нахожу, переживаю. Стану я звонил, говорит, что уснул, ничего страшного не произошло. Здесь два момента. Момент первый. Значит, почему девушка не хочет ехать домой? Может быть, он прозвучит так достаточно, ну, достаточно идеализированно для вас, но постарайтесь, пожалуйста, отнестись к этому очень серьезно. Почему девушка не хочет ехать домой? Почему для девушки более предпочтительнее остаться у подруги, нежели чем побыть с вами? При том, что встречаетесь вы четыре месяца, да, то есть срок достаточно небольшой, еще можно говорить о том, что ваша влюбленность по идее должна быть, а девушка уже остается у подруги. То есть она не горит желанием ехать к вам, она не горит желанием возвращаться к вам, она не горит желанием быть с вами. Почему? То есть прежде, чем обвинять ее в чем-то, подумайте о мотивах ее. Подумайте, как замотивировать ее на то, что она хотела приезжать домой, вместо того, чтобы обвинять ее в том, что она должна и что она забыла, да, создайте для нее мотивацию. Потому что она хотела возвращаться домой, чтобы она думала об этом, чтобы она четко понимала, что у подруги хорошо, но дома лучше. Что засыпать лучше с вами, а не у подруги. Но это вы игнорируете. Думая в данном случае, к сожалению, Алексей, думая в данном случае о себе. Я не знаю, насколько вы воспримете то, что я хочу сказать, насколько вы адекватно воспримете то, что я хочу сказать. Надеюсь, что адекватно, надеюсь, что адекватно. Надеюсь, но... Как вот этот вот такой момент. То есть прежде, чем обвинять человека в чем-то, подумайте о его мотивации. То есть как мне мотивировать человека на то, чтобы он был, ну, со мной. Что мне сделать? Что мне сделать? Что я могу сделать? Для того, чтобы человек был, ну... Что бы он не хотел уходить. Что бы он не хотел... Что бы он хотел... Что бы он побыстрее хотел вернуться домой. Второе. Второе. Вы пишите, что место в себе не находят. Что это опять же. Что именно вас тревожит. Почему вас это тревожит. По какой причине вас это тревожит. Что конкретно вас тревожит. Понимаете? То есть вы боитесь, что с девушкой что-то случится. Или вы просто не находите себе место, не зная где она, или что-то еще. Ведь она уже сказала. Она уже сказала, что... Что она с подругой. Что все хорошо. То есть как бы... И она, в общем, безопасна. Но вы... Такое впечатление, что этим не удовлетворяетесь. Такое впечатление, что вы этим не удовлетворяете. Знаете, я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знал. Но мне показалось так. То есть... Причина вашей тревоги. То есть какая причина в том, что вы тревожитесь. Вот. Понятно? О чем это значит? Это очень важно. И еще раз повторю. Давай с одной стороны вы берете ответственность на себя. За свои чувства. То есть вы как бы... Говорите, что... Ну, говорите себе, что... Ну, да. Это вот... Я привожу. Соответственно, это моя проблема. Надо с этим что-то... Что-то делать. Да? Вот. С другой стороны вы высказываете девочке свои чувства. Без обвинений. Без негатива. Вы просто высказываете ей свои чувства, свои эмоции. По данному вопросу. По данному аспекту. И это нормально. Ну. Дальше. Что происходит дальше? Значит, вы пишете после этого скандал. Скандал. И вновь. Алексей. Вновь без ответственности. К сожалению. В том числе и с вашей стороны. Я не буду говорить сейчас. Еще раз повторю про девушку. Потому что смысла в этом никакого нет. Но я буду говорить про вас. Потому что обратились на вы. Значит, проблему в первую очередь решать. Ну и на вы. Вал. Скандал. Случился. В том числе. И по вашей. Из-за вас. Если бы не вы. Да. То скандала бы не было. Ну так давайте подумаем. Какова ваша ответственность в этом скандале. Для чего вы скандал устроили. Понимаете? То есть ну не было бы скандала. Не было бы скандала. Если бы вы его не поддерживали. Ну вы его поддерживали. Зачем? Да? Дальше. Идем. В результате она говорит, как сильно меня любит. Что не будет больше меня расстраивать. Что я прав. И так делать нельзя. По сути вы вызвали у нее чувство вины. Но не удовлетворили ее желание. Потому что не было ничего связанного с тем, для чего она это делает. Чего ее не хватает. И чего она хочет. Вы просто вызываете у человека чувство вины. Он раскаивается. Обещает. Но потом повторяется снова и снова. Потому что желания так как-то они остаются. Все равно. В любом случае. А вы. Вы. Я не знаю. Либо вы эгоистично. Либо вы. Наивно верите в то, что она действительно изменится. Просто вот пообещала. Да? Просто пообещала и просто изменится. Вот. Так не бывает. Чтобы человек изменился. Чтобы человек изменился. Конкретно. Чтобы человек изменился. Либо чтобы у него был мотив меняться. Чувство вины. Перед вами. Мотивом быть. Не может. Никак. Потому что вина это раскаяние. Вина это контроль. Вина это родительская позиция. По сути. То есть вы выступаете по отношению к ней. Как родитель. Вот. И что из этого получается? Хорошего. Из этого не получается хорошего. Уровня ничего там ничего. Потому что девочка с вами ведет себя как ребенок. Который послушал родителя строгого. Послушал. Потом он говорит. Ну сейчас он перебесится. Сейчас он порет. Вот. И все. И я сделаю. Как раньше. То есть он же все равно. Он же все равно меня любит. Он же все равно меня не бросит. Он же все равно меня примет. Вот. Звоните? То есть вы скандалами. Своими скандалами. Себя. Именно себя. Лишь только обесцениваете. То есть вы создаете ощущение. Вы создаете ощущение. У девочки. В частности. Что вы несерьезный. Понимаете? Серьезный мужчина. Он скандалить не будет. Он либо примет. Человека. Да. Скажет. Ну. Что ж. Ну. Ты такая. Ну ладно. Я не буду больше тогда. Переживать по этому поводу. Начнет больше внимания уделять. Допустим. Себе. Самому. Да. Либо он скажет. Нет. Извини. Меня такая позиция не устраивает. Все. Мы с тобой как бы. Ну. Я понял тебя. Но мы вместе не будем. Вот. И все. Это честная позиция. По отношению в том числе. И к девушке. Это честная позиция. А вы. Вы ведете себя. Так. Как будто пытаетесь ее. Себе. Подчинить. Что безусловно вызывает у нее. Сопротивление. Вот. Что. В общем. В общем. В целом. А. Вполне нормально. Потому что. Никому не понравится. А. Когда его пытаются подчинить. Себе. Вот. Я понимаю. Что и вам не нравится. Тоже. Вам тоже не нравится. Что. Что. Как бы. Ну. Что. И с вами. Делать против вашей воли. А. Что вы делаете. Что бы этого не было. Да. Вот. Дальше. Дальше. Если. Вы. Эм. Действительно считаете. Что такое поведение. Партнера. Не приемлемо. то партнера нужно сталкивать напрямую с последствиями его действий, то есть это не скандалы, это именно последствия. Какие могут быть последствия? Ну, например, последствия могут быть такие, что вы больше думаете о себе. Последствия могут быть такие, что вы ориентируетесь больше на себя, а не на неё. Последствия могут быть такие, что вы также можете где-то брать, также можете провести время с друзьями, также можете что-то пообещать там и не сделать, отнестись пренебрежительно к ней. То есть дать почувствовать человеку негативный, негативный результат от его поведения к поведению. И только так вы можете действительно показать человеку то, что он делает, деструктивно. А скандал, скандал, с этой точки зрения скандал даёт возможность человеку лишь получить от вас только внимание. Которое в другом случае, да, в другом случае человек, может быть, не получил бы от вас. Дальше, на 30 лет я воспринимаю такое поведение как безответственное, неуважительное, в чём неуважительное конкретно? В чём проявляется неуважение к вам? В чём проявляется обесценивание? Давайте, давайте разберём этот момент. Вот, спокойные разговоры к жене не приводят. Так, ну, безболезность разговоров я, в принципе, уже раскрыл. Надеюсь, это понятно. Как вести себя с таким человеком, чтобы начал уважать моё мнение, меняя моё мнение, ценить эти отношения? Ну, в принципе, сказал-то, что ценить эти отношения вынуждены мотивировать. В отношении к человеку было лучше, чем в ней их. А чтобы начал уважать ваше мнение, просто дайте ему, дайте ему столкнуться с негативными последствиями его действий, но без обвинений. Как донести до неё ещё такое поведение, это безответственно и глупо? Никак, потому что подобное утверждение – это родительское утверждение, а вы для своей девочки не можете быть родителем, соответственно, вы не имеете права оценивать таким образом её поведение. Она вольно поступает так, как хочет она. Если вы считаете, что это безответственно и глупо, то вам нужно согласиться с тем, что это вызывает ваше, что это вызывает у вас какие-то чувства. И о том, что чувствуете вы, вы можете до неё донести, не требуя от неё того, чтобы она изменилась. Но показывая ей, что ваше поведение будет другим, если она не изменит своё отношение. Только так и никак иначе, по-другому. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я очень рад, чтобы вы всё-таки выбрали лучший ответ, потому что и поставили лайк и всем другим, потому что мы всё-таки стараемся, стараемся мы для вас. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!